Смело можно сказать, что данный офис по уровню оснащенности имеет самые передовые технологии, как на Дальнем Востоке, так и в стране. Открытие первого офиса в Комсомольске на Амуре было двусторонним проектом. Мы приглашаем наших почетных гостей, губернатора Хабаровского края Вячеслава Ивановича Шпорта и председателя правления, генерального директора ПАО Росгидро. Уважаемый Вячеслав Иванович, уважаемый Николай Григорьевич. Все наши, да? Да. Четыре. 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 Обслуживание, а также юридических лиц. Шиповский офис имеет зональное распределение потоков клиентов, в зависимости от их категории. Это частные клиенты, корпоративы. Также в рамках открытия нашего офиса во дворе данного жилого дома совсем скоро откроется современная детская площадка. А для того, чтобы объяснить наглядно миссию нашего центра, пожалуйста, внимание на экран. Теперь все дороги ведут в единый расчетно-инфрационный центр Пауэллбэк. Оплата жилищно-коммунальных услуг, оплата всех коммунальных услуг в одну неделю. Обеспечение бумаги и вклад в окружающую среду, забота о своем будущем. Гарантия поступления полученных от граждан следств в непосредственного производителя, транспортировщиков ресурса и исполнителей коммунальных услуг. Значение положительной энергии это место, где все работает с механической точностью, а управляет всем цвет обучаемый искусственный интеллект. Встречайте, Светлана. Добрый день, уважаемый Николай Григорьевич, Вячеслав Иванович и гости нашего офиса. Я первый робот-консультант жилищно-коммунальных услуг. Меня зовут Светлана. Я обладаю синтетическим интеллектом и способна к обучению. Моя база данных постоянно актуализируется. Могу работать с любым объемом информации. Я могу работать с клиентами, рассказывать о начислениях и платежах, проводить их в нужный зал и развлечь беседы. Я очень общительный и доброжелательный робот. Я рада видеть вас на открытии нашего офисных клиентов, а также предоставлении дополнительных платных сервисов. Обратите ваше внимание на рабочее место номер один. В нем можно получить широкий спектр электротехнических и электромонтажных работ. Замена электроприборов и трансформаторов тока, программирующих, а еще в окне осуществляется продажа приборов и учетов трансформаторов тока. Образцы представлены на литрее. Со всем перечнем услуг вы можете ознакомиться здесь. На стендере обратиться к специалисту дополнительных. Здесь находится рабочее место. Замена электрознабжения и выдача документов на плату. Здесь располагается специальная консультация по договорам. Рабочее место номер четыре. Рабочее место специалистов. Синяя показания. Выдача счетов актов, актов сверки. Прием заявок на проверку, опломбировку, приборов и учетов. Как я уже говорил ранее, наш офис разделен на зоны. И большая его часть, конечно же, предусмотрена для наших частных клиентов, для населения города Комсомольска-Наобурь. Поэтому я с удовольствием передаю слово администратору Елене, которая проводит вас в зону. Очень попадает в зону инвестрации. Где я администратор в зону, помогаю здесь талон и направляю вас в зал обслуживания. Прошу вас. Получили талон. Клиент попадает в поход в зал. Во время ожидания клиент может береги свои гаджеты, подсчитать свежую прессу. Прием клиента ведется с 9 до 12.00, без перерыва на объект, в среднюю неделю, кроме воскресенья. А где вы? Второй. Понятно. Сейчас это произойдет. Первый? Да. Кто нахуй? Да. Где вызовут вас? Один видуслук, одно окно. Одно окне, да? Сейчас можете обратить внимание на экран. База данных в нашем расчетном комплексе содержит расширенную информационную возможность производить расчет и принимать на обслуживание клиентов абсолютно по всем коммунальным услугам в достаточно короткий срок. Эта работа ведется в окне номер 5. И за электроэнергию, и за тепло. Пожалуйста, уважаемые гости, уважаемые гости, здесь располагаются две кассы, в том числе, как вы можете заметить, одна касса, предусматривающая возможность обслуживания людей с ограниченными возможностями. Абсолютно любые, так как у ПАУ-ТЭК уже заключены договоры с 53 исполнителями коммунальных услуг. Те клиенты, которые посещают наш офис по вопросам консультации, не требующие длительного времени обслуживания, могут воспользоваться вот такими информационными роботами, которые находятся в абсолютно каждом зале. Что можно здесь увидеть? Клиент может здесь передать показания счетчиков, может зайти в свой личный кабинет, ввести логин, пароль, может произвести оплату, ну а также может просто узнать, какова температура сейчас в городе Комсомольске-на-Амуре. Минус 21 градус. Прокладно. Ну что ж, давайте пройдем в следующий зал. Уважаемые гости, проходите, пожалуйста, в зал номер 3. В данном зале справа от меня располагаются специалисты, которые ведут расчет за все коммунальные услуги, работают они по графику ЕРИ. Наш офис представляет доступную среду для всех категорий граждан и клиентов с ограниченными возможностями. Здесь у нас представлено место для колясочников, можно спокойно припарковать свою коляску. Также информаты, но они уже специально для людей, слабовидящих или слепых, со специальной азбукой. Здесь можно все потрогать. Для слабовидящих можно переключать режим контраста, поэтому очень удобно. Ну и, конечно же, для таких клиентов у нас отдельный кабинет предоставлен для того, чтобы они там обслуживались именно в этом кабинете. Дорогие друзья, а сейчас... В смене у нас 8 операторов, да, и есть еще как бы кофис, еще позволяет еще 4 рабочих места организовывать, в случае, если мы поняли, что больше 10 минут взяли ожидание, и люди начали ожидать. То есть мы подключаем, у нас еще бы кофис здесь есть. А так, наверное, мы работаем 8 операторов. У нас еще вторая линия. А, есть? Да, вторая линия, это бутылки, в которой есть еще оборудование на рабочие. Мы готовы предоставить одновременное обслуживание клиентов на 10 рабочих местах, что позволит ежедневно обслуживать более 500 человек. И по итогам года данная величина составит порядка 175 тысяч человек, обслуживающих клиентов, которых может обслужить единый расчетный информационный центр. Для жителей Комсомольска-на-Муре мы предоставляем возможность оплату всех видов коммунальных услуг, а именно электроэнергии, горячего водоснабжения и отопления, холодного водоснабжения, водоотведения и жилищных услуг. Для этого, как результат, мы полагаем, что уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги возрастет до 95%, и одновременно есть возможность для снижения прохождения платежей на счета ресурсоснабжающих организаций.